Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы находимся не на моем огороде, мы находимся на кухне. Значит, вот у нас хороший урожай в этом году персиков, винограда. И все я уже закрывала. Я уже закрывала и пюре вот с персиков. В пюре вот было у нас персики и дыни. Было пюре из персика и банана. Ну, это я просто оставила показать. Очень много было персиков и все надо, конечно, переработать. Но сегодня я решила показать, как мы закроем ассорти из персиков и винограда. Что мы для этого сделаем? Для этого мы, конечно же, удалим из персиков косточки. Уберем плохие половинки, хорошие половинки оставим. А дальше все я вам покажу. Вот сейчас мы приготовим все это и покажу, как все это сделаем. Итак, дорогие садоводы и огородники, вот посмотрите, что мы сделали. Мы перебрали виноград, отделили от веточек, как видите. Здесь у нас разный виноград. У нас есть и крупный, у нас есть и черный, и белый, и розовый. Розовый это у нас вообще изюмный виноградик. Вот у нас получились персики, которые нельзя закрывать. Они, как видите, мягкие очень. И пойдут, конечно же, они в переработку пюре или сделаем мыли вареньем. А вот что у нас получилось из хороших персиков. Вот такие, которые можно закрыть. Сейчас у нас вот готовые баночки. Баночки постерилизованы в микроволновке. Баночки постерилизованы в микроволновке. Три минуты на большом огне. Вот, и крышечки также постерилизованы. Сейчас мы будем переслаивать. Это мы уберем, оно нам не нужно, потому что мы его сделаем позже. А эти мы сейчас будем перелатывать персики, переслаивать виноградом. У нас получится своего рода, как бы, заготовка для компота. Ее можно, конечно, кушать просто так. И можно потом варить с нее компот. И, ну, как говорится, кому что нравится, тот и будет из нее потом делать. Но это будет очень сладкая заготовка. Сахару будет очень много в сиропе. Ну, я потом это расскажу. А сейчас мы переложим в баночки это все и покажем, что у нас из этого получилось. Итак, дорогие садоводы и огородники, вот что мы сделали. Мы переложили персики виноградом. Теперь мы сделаем сироп. Сироп будем делать так. На 1 литр воды мы будем брать полкилограмма сахара. Это будет очень сладкий сироп. Поэтому я говорю, что это будет такая заготовка для сиропа. Можно будет из этой заготовки брать персики и делать пироги с ними. Пирожки и так далее. Сейчас я уже налила воды вот в кастрюлю. Поставила ее кипятить. Тут 4,5 литра воды в этой кастрюле я налила. Вот у меня кружка литровая. Сейчас я насыплю сахара туда. Вот на 4,5 литра воды нам нужно взять 2 килограмма 200 граммов сахара. 250. Ну, мы возьмем 2 кружки и половинку. Это примерно будет так. Вот сейчас мы насыпем этот сироп. Вот одна кружка. Чуть-чуть не помню, потом просто половину там надо меньше брать. Вот вторая кружка. И еще половинку. Нам надо 2 килограмма 200 граммов. Мы можем брать чуть меньше половины. Ну, пусть. Вот примерно так у нас будет сахара. Теперь нам надо дождаться, когда сироп закидит, чтобы сахар не пристал ко дну и не было горелого такого вкуса. Мы его сейчас помешаем. Этот сахар, чтобы он растворился в воде. Вода у нас уже теплая, поэтому мы сейчас возьмем ложку. Деревянную. Вот у нас деревянная ложечка. Ей очень хорошо. Лопаточка такая. Я все делаю лопаточкой. И варенье варю, мешаю ею. И очень удобно, потому что деревянная. Не царапает полированную кастрюлю. Да, хоть какую. Персики мы сейчас пересыпем сахаром. У меня есть еще одна кружка. Сейчас мы пересыпем сахаром немножко. Почему? Потому что мы будем делать не варенье, ведь, а пюре. Вот сейчас пересыпем сахаром и дадим ей постоять. Ну, она может стоять даже у нас до вечера. Самое главное, чтобы мошка не садилась, потому что мошка с персиками очень сильно летает. Ну, чтобы она не летала, я сейчас ее прикрою крышкой. Вот, с кастрюли. Ну, сейчас пойду принесу нехорошую крышку с кастрюли. И, как только она пустит сок, я ее чуть-чуть проварю, этот персик. Разобью блендером, еще раз закипячу и сразу закрою. Это будет у нас пюре на зиму. Такое пюре очень хорошо делать в пироге зимой. Пюре, берешь стакан пюре, два яйца, пол чайной ложки соды. Все хорошо перемешиваешь, добавляешь муке, чтобы тесто было, как на оладьи. Заливаешь форму и выпекаешь на медленном огне. Замечательные будут пироги. Ну, пока у нас будет кипятиться сироп, мы потом вам расскажем, что дальше мы будем делать. Ну, вот, сироп у нас закипел и мы сейчас будем заливать баночки, которые приготовили к закрытию. Сейчас мы поснимаем все крышечки на них. Вот так. Вот мошки летают, потому что персики. И я сейчас вам покажу, как мы будем заливать. Вот я беру кружечку большую. Вот. И несем. Заливаем. Как правило, в трехлитровую баночку помещается у нас полтора литра воды. Я это уже прекрасно знаю. Вот, смотрите. Вот, сильно полно наливать не нужно. Прикрываем баночку. И так мы сейчас заполним все баночки. Нужно доливать вот примерно на палец, не доливая сиропа. А потом я скажу, что мы будем делать дальше. Итак, что же мы делаем дальше? Дальше мы поставили вот баночки. Ну, пока что поставили вот литровые баночки и одну трехлитровую. В воду, в кастрюлю, скажем так. На дно которой положили вот ткань. Ну, в данном случае я положила полотенечную ткань. Налили воды горячей. Не кипяток, а просто горячей воды. Вот, посмотрите, до каких пор налита вода. Видите? Не, даже не по горлышку, вот не по это. А вот, насколько, вот, посмотрите, обратите внимание, где у меня вода. Теперь мы закроем крышкой плотно. В этой кастрюле то же самое. Мы сейчас накроем, так как крышка не подходит для этого дела. Мы накроем сейчас вот этой чашкой. Вот, чтобы все-таки была там парка. Чтобы горячий воздух полностью обхватывал всю баночку. И минут через, ну, пять посмотрим сначала. Если вода закипит, мы подождем еще две минуточки. И все это дело выключим. Ну, потом я еще поставлю вот полтора литровые, трех литровых, вот эту высокую кастрюльку. И точно так же накрою. Чтобы нам ее, их, прошпарить. Вот, когда это дело закончится, я покажу, что будет дальше. Итак, вот, в этой кастрюльке вода уже кипит потихоньку. Мы еще подождем пять минут. И вытащим баночку. В этой кастрюльке пока еще не кипит вода, поэтому надо будет подождать. А это вот еще пять минут, и можно вытаскивать банку. Итак, пять минут прошло. Я снимаю крышку. Эту кастрюль. Кастрюлька горячая. Поэтому надо быть очень осторожным. Выключаю. И сейчас вот этими щипчиками у меня специальные есть. Вот так вытащу баночку. Я сейчас пока выключу камеру, чтобы не обжечься. И вам покажу. Вот я баночку закрутила. Полотенчиком вот. Проверила хорошенько. И чтобы она нигде не лилась. Посмотрите. Поверните ее туда-сюда. Потому что крышечки такие не закаточной машинкой, а закручивающиеся крышечки. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Вот какая красота. Теперь в эту кастрюлю, где стояла трехлитровая эта банка, нельзя сразу ставить баночки. Почему? Потому что очень горячая вода. Поэтому мы сейчас отольем кружку воды отсюда. Добавим сюда холодной воды. Это для того, чтобы наши баночки все-таки не полопались. И будем ставить баночки в воду. Может быть будет много воды для них. Надо смотреть. Ну, я думаю, водички будет много, поэтому можно немножко отобрать воду. А потом лучше долить. Ну, вот, прям отбираем кружку эту же водички. Ставим другую баночку. Ну, как видите, замечательно получилось я сейчас. Замечательно. Не надо ничего добавлять. И можно закрыть ее же крышкой эту кастрюлю. Ну, вот, такой же крышкой. Мы сейчас принесем крышку с этой кастрюли. И закроем крышку. И пусть водичка закипает. Как только закипит, 2-3 минутки, больше не надо. 2-3 минутки, потому что эти баночки меньше, чем 3-1,5 литровые. Чтобы они у нас не просто сварились. Нам не надо, чтобы они сварились. Нам нужно, чтобы они прогрелись. Просто прогрелись. Чтобы ни в коем случае ваша баночка не взорвалась. Крышечки не сорвало. Вот, посмотрите. Целенькие виноградинки. Видите? Вот, посмотрите внимательно. Виноградинки целенькие. Персички целенькие. Нигде никакая кожура не отошла. Ничего не это. Даже цвет, как видите, есть розовый персик. И все. И у вас будет очень красивое ассортие. Сейчас посмотрим, что же у нас в той кастрюльке. Закипело или нет. Ну, вот, начинает закипать. Но еще не кипит. Нам нужно накрыть вот эту кастрюлю. Сейчас мы накроем. Итак, здесь тоже уже на слабеньком огне. Вот, кипит это все дело. Ну, я думаю, хватит. Потому что маленькие баночки, я боюсь, чтобы они не переварились. Сейчас я их вытащу и тоже закрою. Так, баночки я вытащила. Эти литровые. Закрыла их. Закрутила хорошо. Уважаемые садоводы, я что хочу сказать. Когда вы стерилизуете и вытаскиваете с кастрюли баночки, старайтесь, чтобы крышечки у вас не приподнимались и не попадал туда больше воздух. Вот, вы вытащили и сразу закрываете. Так, в этой кастрюле уже тоже кипит водичка. Уже она 3 минуты покипела. Я буду выключать и закрывать. Вот, дорогие садоводы и огородники. Сегодня мы, я вернее, вам показала, как я сделала фруктово-ягодное ассорти. Это ассорти, выращенное в моем огороде, моими собственными руками. И, как видите, оно очень красиво и аппетитно. И я советую вам, выращивайте персики. Я выращивала их из косточек сама. И у меня выросло 14 деревьев, которые мне теперь дают прекрасный урожай. Виноград я тоже выращиваю сама. И я очень рада, что мой сад и огород дают мне превосходные урожаи, которые радуют меня в течение всего года. На этом я свой репортаж заканчиваю. Заходите ко мне на канал, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова